МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотруднику полиции запрещается состоять в политических партиях, материально их поддерживать и принимать участие в их деятельности. При осуществлении служебной деятельности сотрудник полиции не должен быть связан решениями политических партий, иных общественных объединений и религиозных организаций. Закон о полиции, статья 7. Добрый день. В эфире Зержинского, 102. Программа о ставропольских правоохранителях и их службе. И ее ведущий Илья Захаров. Вот о чем я и мои коллеги расскажем сегодня. Уверяют, только для собственного употребления. В Арсгирском районе задержаны мужчины с 2 килограммами марихуаны. Криминальное гостеприимство. В Невиномысске полицейские пресекли деятельность наркопритона. В Ставрополье открылось новое служебное помещение отдела по вопросам миграции. Как минимизировать потери при нападении злоумышленника. Очередной урок в рубрике «Самооборона». Теперь подробнее об этих и других темах. Что произошло в крае за минувшую неделю? По традиции начинаем со сводки криминальных новостей. Ее представит моя коллега по эфиру, сотрудник краевого главка МВД Светлана Сухорукова. Светлана, добрый день. Добрый день, Илья. В Арзирском районе сотрудниками полиции задержаны жители Буденовского района за незаконное приобретение и хранение наркотических средств. При личном досмотре подозреваемых полицейские обнаружили два полимерных пакета с веществом растительного происхождения с характерным запахом конопли. По результатам проведенной экспертизы установлено, что изъятые являются марихуанной массой около 5 килограммов. Подозреваемые задержаны и доставлены в районный отдел полиции. После процедуры освидетельствования граждан в медицинском учреждении выяснилось, что оба находились в состоянии наркотического опьянения. По словам мужчин, запрещенное наркотическое средство они приобрели для собственного употребления. В отношении граждан возбуждено уголовное дело. А в Ставрополе задержан гражданин, находившийся в федеральном розыске около 7 лет. В ноябре 2010 года в отношении ранее судимого мужчины было возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотических средств. Подозреваемый от органов предварительного следствия скрылся, после чего был объявлен в федеральный розыск. В результате оперативных мероприятий местонахождение разыскиваемого было установлено. В ходе отработки оперативной информации сотрудниками уголовного розыска при содействии коллег из Управления МВД России на транспорте в аэропорту краевой столицы мужчина был задержан и доставлен в городской отдел внутренних дел. В настоящее время гражданин передан инициатору розыска. Производство по уголовному делу возобновлено. Пятигорские полицейские установили подозреваемого в краже. В городской отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о краже ювелирных изделий из ее квартиры. Сумма причиненного ущерба, по словам потерпевшей, составила около 200 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что в день исчезновения ювелирных изделий в квартире женщины были гости. Один из гостей, заметив драгоценности, воспользовался отсутствием хозяйки и похитил их. Полицейскими города-курорта подозреваемый доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина признался в содеянном. В отношении ранее судимого гражданина возбуждено уголовное дело. В Невиномысске полицейские пресекли деятельность наркопритона. В ходе отработки оперативной информации сотрудниками полиции Невиномыска установлено, что ранее судимый местный житель организовал наркопритон, который в течение 4 месяцев содержал в собственном жилище. Организатор притона предоставлял домовладение наркозависимым гражданам для употребления запрещенных веществ. В обмен на услугу он получал от клиентов наркотические средства для личного потребления. В ходе обыска полицейскими обнаружены изъяты приспособления для изготовления и потребления наркотиков. Мужчина задержан и доставлен в городской отдел внутренних дел. Возбуждено уголовное дело. Ставрополь открылось новое служебное помещение отдела по вопросам миграции городского отдела полиции номер 2. Теперь жители Октябрьского района будут получать государственные услуги в сфере миграции в административном здании по улице Орджоникидзе 1А. Новый офис удобнее как для сотрудников, так и для посетителей. Мы пообщались с первыми гостями и, конечно, новоселами. Тему продолжит наш сюжет. Первое, на что обращаешь внимание, возле нового помещения отдела по вопросам миграции нет очереди. Прежнее здание не могло вместить всех желающих, поэтому посетители постоянно толпились на улице. Еще один важный элемент – наличие пандуса. Людям с ограниченными возможностями, да и просто мамам с колясками попасть в помещение теперь не составит труда. Предусмотрена и парковка возле здания, где есть специальные места для инвалидов. Словом, здесь посетителям на порядок комфортнее. Большой холл для ожидания в очереди гражданам, которые оказывают госуслуги. Госуслуги мы предоставляем много. В день у нас проходимость порядка 100 человек. Здание оборудовано кондиционерами, что также позволяет более комфортно ожиданию в очереди. В зале для приема граждан сотрудники одновременно могут обслуживать до пяти человек. В помещении хватает места и для ожидающих. Отдел по вопросам миграции оказывает гражданам десятки различных услуг. Регистрация иностранных граждан – одна из самых востребованных. В летний период в краевой центр приезжают на заработки трудовые мигранты. Да и просто гости из-за границы для нас не редкость. Мария Амхимитовна пришла сегодня тоже для того, чтобы зарегистрировать у себя родственников – гостей с ближнего зарубежья. Теперь для этого не надо томиться в очереди и толпиться в тесном коридоре. Помещение удобное, просторное, с кондиционерами. Не то, как было старое, что в очереди стоим, в духоте. Тут, конечно, просторно, удобно, красиво. Новое помещение отдела по вопросам миграции стало еще одним подарком горожанам к юбилею Ставрополя. Теперь получать госуслуги в сфере миграции жители Октябрьского района смогут по адресу улицы Орджоникидзе, 1А. Далее обзор официальных сообществ полиции в социальных сетях. Откроем в инстаграмм паблик мвд.раша. Здесь информация о службе стражей порядка всей страны. В Хабаровском крае сотрудник полиции выхаживает краснокнижную птицу. Раненого Орлана старшему сержанту полиции передали рыбаки. Работники одного из рыбодобывающих заводов обнаружили на дороге раненую птицу. У Орлана были повреждены лапа и крыло. Не оставшись безучастным к его судьбе, полицейский принял решение забрать пернатое с собой в город и показать орнитолога. Сейчас птица временно поселилась на даче помощника участкового полномоченного полиции. Орлан питается свежей рыбой и чувствует себя лучше. Отметим интересное совпадение. Полицейского зовут Вячеслав Орлов. У полиции Ставрополья тоже есть свой аккаунт в инстаграмм. Это фото недели с триумфаторами краевого чемпионата по боевому самбо среди сотрудников полиции. Он прошел в минеральных водах. В турнире приняли участие 88 спортсменов из Ставропольского края. Максимальное количество очков и титул победителей получила команда ОМВД России по городу Пятигорску. Второе место заняли участники из Кировского района. Замкнула тройку лидеров. Команда полицейских города Нефтекумска. Напомню, это официальный паблик Ставропольской полиции в сети Инстаграм. Заходите, подписывайтесь, ставьте. На вооружении полиции стоят различные специальные средства. Что это такое? Каковы технические и правовые особенности их применения? Об этом мы поговорим в ближайших выпусках программы. И сегодня речь пойдет о наручниках. В нашей студии командир отдельной роты ППС отдела полиции номер 2 управления МВД по городу Ставрополью Андрей Богданов. Андрей, здравствуйте. Добрый день. У вас в руках наручники. Можно мне их взять? Как правильно на вашем языке называется это специальное средство? Средство ограничения подвижности. Это, видимо, какие-то наручники нового поколения, потому что я в фильмах видел, что предыдущие были, по-моему, цепью связанные. Да, все правильно. Это наручники выпуска этого года. Современные. Как-то от них освободиться невозможно. И все мифы о том, что их можно открыть скрепкой, зубочисткой, все это неправда. Ну, к этому вопросу мы еще вернемся. В каких случаях сотрудник полиции имеет право применять наручники? Для пресечения оказываемому сотруднику сопротивление, для задержания лица, совершившего преступление, также пытающегося скрыться, а также для доставления лиц, задержанных и подвергнутых административному наказанию в виде административного ареста, а также для заключения под стражу. Также для пресечения попыток насильственного освобождения данных лиц, а также если лица, способные причинить вред как окружающим, так и себе. Есть ли какие-то ограничения, против кого не могут применяться наручники? Есть ограничения, которые нам накладывают запрет на применение вообще специальных средств. Это в отношении женщин с виденными признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних. Если их возраст очевиден сотруднику, кроме случаев совершения вооруженного нападения, вооруженного сопротивления, а также при значительном скоплении граждан, если от этого могут пострадать посторонние лица. И вот вы сказали, что их невозможно открыть. На самом деле есть такой миф, он распространен из детективных фильмов, наверное, о том, что задержанный любым подручным средством, буквально за считанные секунды, может наручники открыть. Давай сейчас проведем небольшой эксперимент. Попробуйте. Я возьму канцелярскую скрепку. Подержите, пожалуйста, мой сценарий. На меня наручники надевать нельзя, поскольку для этого нет правовых оснований. Поэтому наручники будут просто у меня в руках. Я попробую, реально ли канцелярской скрепкой, самой обычной, вот она, их открыть. Ну, я первый раз в жизни этим занимаюсь. Я надеюсь, что последний. Но я видел, как это делают в фильмах. Причем быстро и так ловко, и буквально даже за спиной, когда руки связаны. Ну, либо для этого нужно обладать какими-то навыками фокусника, либо это все-таки неправда. По крайней мере, вот с наручниками нового поколения и скрепкой старого поколения это невозможно. Спасибо большое вам за комментарий. Спасибо вам. Держите. Это вам, это мне. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был командир отдельной роты ППС отдела полиции номер 2 управления МВД по городу Ставрополь. А наша программа продолжается. Традиционная рубрика самооборона для тех, кто чувствует в себе силы дать отпор злоумышленнику. Впрочем, иногда другого выхода просто не существует. Когда отступать некуда, нужно свести потери к минимуму или вовсе их избежать. Смотрите, запоминайте, делайте выводы. Слово нашему эксперту, президенту Северокавказской федерации боевого самбо и рукопашного боя Игорю Рамхину. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня мы рассмотрим ситуативно-ролевой тренинг, когда противник наносит прямой удар ногой в живот. Противник наносит прямой удар в корпус ногой. Уходим с линии атаки и делаем сбивающий блок. Еще раз. Раз. И прихватываем ногу снизу. Фиксируя ее локтем одной руки и локтевым сгибом второй. Берем в руки замочек, давим ему на берцовую кость, предплечьем и делаем зашагивание за него в сторону, тем самым выводя из равновесия. Подшагнули к нему, удерживая ногу и наносим добивающий удар ногой в голову. До новых встреч, уважаемые телезрители. Занимайтесь боевым самбо и не превышайте пределов необходимой обороны. Напомню, как позвонить в полицию. 02 с проводного телефона, 102 с мобильного или 112. Это вызов всех экстренных служб. Это была Дзержинского 102, программа Ставропольской полиции и полицейских. До встречи на следующей неделе в понедельник на Своем ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова